куда собрались мы поехали прививочку делать пора уже надо уже уже получается на тринадцатый день после того как мы прогрестовали его надо будет сделать прививку нам сказали 7-14 дней 7-10 дней ну в одной сказали 7-10 в другой сказали 7-14 не знаю кому верить поэтому мы ездим в 13 поедем туда где сказали 7-14 поедем сделаем да говорится получит он свою первую дозу укола на улице 6 5 марта 5 5 5 потом приедем привезем его поедем из кристины к нотариусу потом в поликлинику сдавать надо ли там мазок так что сегодня дел полно погода не радует так что будем сегодня кататься ливень хорошего я не знаю он скорее всего может быть на целый день зарядил потому что целый день идет уже время там 10-30 все утро идет все утро с 7 утра как пошел он в принципе вчера вечером пошел ночью в огороде болота я не знаю как там это капуста моя поживает капуста нормально поживает за наград чтоб не пошел чтоб он не переломал хотя обещали да мчс приходила град сильный ветер ветер вообще ой холодно нет я вот с утра кроликов кормил у нас руки это сковывает то ли то что дождь мокрый чё за погода да в краснодарском крае это юг или не юг идут ну чё как он себя вел он даже когда ему делали уколечку он даже не пискнул так мы когда пришли сюда почему так долго мы ждали там мужчина был у него тоже той чертки маленькие 5 дней как родились да совсем такие маленькие кутятки они так пищали ему хвостики убирали как они пищали но когда он ушел это все расспросила там какого размера хвостики почему без анестезии без анестезии представляешь они там так пищали пилотик аж описался на нее описался он уши вот так вот они там пищали это стоять продучи он у меня капает поворачиваюсь смотрю это стоит у нее слезы текут но не и вправду так пищали жалко для очистки ушей собака кошек почистили сейчас прививочку поставили штампик да я заставила попросила склон мне все будет чтоб я все записываю они прям так это похвалили даже говорит да тут даже часы это время говорит записывайте прямо молодцы а это еще не сделали прививку еще целых две перед прививкой сделали сыворотку потому что сейчас делаем прививку может быть какое-то сложнее да и через десять дней прийти еще на прививку потом еще на прививку отчет а сколько это все стоит а нельзя было сразу на биак поставить если ушки почистили хорошо прям что я смотрю заметила я смотрю он ушами хлопает постоянно хлопает ушами не прям чешется там часто допустим но почесывает иногда уши я заглянула в уши смотрю на такие кружочки черненькие думаю поеду сюда спрошу у них сама лезть боюсь не дай бог что-то навредить можно еще сказали нормально это все нормально говорит да но лучше говорит это а по поводу это спросила то что он писается часто и по поводу хрюша спросила нет но это нормально что он писать за не сказали им очень завязать то нет так что сколько время мы успеваем к нотариусу нам все такое 5 10 до чтобы нам домой так нет мы сперва едем тогда давайте сдадим этот тест она сдаст потом отвезем вторая попытка попытка номер два едем к нотариусу мы уже отвезли пилочек домой нету сейчас это кристина пошла позавтракать с одним знакомым разговаривала ситуацию это обрисовываю то что с нотариусом почему говорю так и так мы не рассказывали на камеру только на кристинину камеру кристина рассказать обещала ну она вот чтобы люди судьбой да на ее канале посмотрите там ситуация какая произошла конфликтная ситуация произошла у нотариуса вот и как бы там было такое хамское отношение и вот я у знакомого спрашиваю почему гору вот так и так такое хамское отношение он говорит так но для которых давно год морская с рождением живого очень часто и шутка в других местах это в питере жил и говорит вот здесь я наблюдаю говорит именно почему-то павловскому районе очень часто у людей которые сидят власти именно такое хамское отношение они считают себя там какая-то какой-то звездной болезнь у них что ли они такие важные персоны они других людей за людей не считают да вы представляете я сижу села а мне одна женщина говорит маску говорит оденьте я про почему у вас весь персонал без маски я должна маску одевать и только что я была у вашего говорю секретаря он там все данные записывал все говорю он сидит без маски и меня приняли без маски и одна стоит там по телефону нотариус разговаривать и говорит мне тише говори это грохтом давай агру с вами гру как на ты уже перешла кто вам разрешал давал право основной разговаривать на ты он метка пострела косяком то типа и стоит для лякает там я не знаю по телефону по сотовому я говорю девушка я с вами разговаривала она ко мне тише сказала я такая сижу говорю и я сижу и дальше продолжаю я и все громче вручную может не слышит мало ли да я говорю девушка она там уже говорит я перезвоню и уходят от ответа я ничего не говорила я ничего не знаю убегает заперлась кабинете спрятался это выключил то вообще жесть струнники к ней ломятся не могут понять что там заперлась вообще я в шоке была спряталась как мышка наружка и сидит в своем кабинете уходит от всего я говорю вы почему так разговариваете с клиентами она спряталась все и сидела там спряталась убежала я не знаю почему красненька там покажет я не знаю это вот в палоска не знаешь что там где находится вот улицу не скажу честно такое серое какое-то здание одно здание такое большое желтое или серое там что-то не знаю короче сотрудники все без масок а меня заставляют маски одевать к одной подходе спрашивает женщину а почему без маски она говорит это мне дышать плохо в маске евро а мне говорю вообще отлично дышится маски я понимала масочный режим никто еще не отменял нужно маски находиться но извините я за мы заходили до этого тоже поликлинику зашли смотрю все в масках ну конечно ему и надели маски пошли как-то магазин заходишь в масках а тут зашли у меня маска была в кармане все зашли смотрим сотрудники все без маску чуть-чуть задыхаться может у них отменили масочный режим не не в любом случае даже даже если на то пошло уже они должны говорить надень маску предоставить это организация попросили да игру а можно можете предоставить маску нет а сэптик дорог нету у них вообще ничего нету они даже не знают вообще где к секретарь они они нас запутали игра это кто женщина была они верят не знаю это где сотрудник не знаю я подхожу на гру так женщина вы наши документы брали кто такая секретарь я что-то вообще не поняла тут женщина не знает кто вы выберете я сотрудник так кричит это не сотрудник беру они берут предоставить документы вот отбросают я вообще в шоке сейчас рушан вдруг тоже позвонила рушан давай рассказывать ему он тут тоже это ну анатолик знаете его мы привыкли говорит уже ну ладно я им говорю все говорю продаем дом горы уезжаем отсюда что ну как так это время а я на час наблюдал то что заходишь не но это было смешно нам дать когда тем более нотариус спрятался и закрылся в кабинете это или не напомнил это фильм мимино говорит это готов спрятался в туалет сегодня если честно такая погода все депрессуют дождь не прекращая льет люди присоединяем спать хотя не все мы были вид клинике там замечательная женщина замечательная девушка да и да вообще какие люди прям вообще мне понравилось и похохотали а мы еще смеялись стояли да все таки это не от погоды зависит от человека мне кажется я сама я сама работала в торговле я администратором работала и в торговле работала просто человек конечно должен быть именно в такой сфере без стресса устойчивого да если ты не стрессоустойчивого тебе лучше не надо работать ну действительно сейчас с людьми им что мне кажется любой какой-то такой порыв может выйти из себя не знают она называются там ну короче она все расскажет в подробности а я красила этот забор покрасилась вот здесь на черном вообще хорошо видно а по поводу этого видите как забор красил забор по поводу вчера же то что на своем видео я сняла у тебя красовая труба я у тебя еще спрашивала будешь красить как всегда не знаю каким цветом и у меня в комментариях начали писать обязательно должна быть желтая труба ничего подобного подожди да я скажу не заводится я когда в прошлом доме жила если вы помните да мы меняли газовую трубу газарную трубу вызывали газовика и тогда тоже у Диана собирала скрасить у себя газовую трубу и я вот у этого газовика это не какой-то там шабашник но именно газовик да правильно газовик газовщик газовик он именно газовик газовик наверное тот кто газ издает например Рушан ага сейчас договоримся я у него спросила скажите пожалуйста газовую трубу каким можно красить каким цветом можно красить он сказал красить только не черным я говорю не будет никакого то что там нарушения штрафа абсолютно нет любым цветом только ничего я думаю знаете три двора если то что за пределами и вот только ездили смотрели ну допустим у Дианы она желтая да у меня она зеленая у меня зеленая труба газов это наверное знаете кто пишет это тот кто живет в квартирах и не знает это кто живет в домах кто-то это знает это может быть раньше прям принципиально было сейчас нет у меня допустим синяя или зеленая вот зеленая походе я видела тоже из соседей у меня тут была синяя да внешние вот эти главные трубы они идут животные обязательно внутри двора можно ли утраться или ничего так что все нормально самое главное тебе оставаться человеком и всегда улыбаться а мы сейчас едем сделать у тебя и морщинки но ты должна улыбаться да мы сейчас едем сделаем все свои дела а потом поедем кантимайк Юрий лечит нежно пить пиво да что ты сочиняешь сочиняю мы на шашлыки едем кто на что едет мальку да да видите волосы покрасила но теперь только обстригать наверное что делать не смывается все время да что то не смывается надо их обстригать руши так что блогов пока не будет у нас на целую неделю дожди дожди извините с камерой ну потому что я же не могу что-то показать заснять конечно наши зрители любят когда мы работаем они когда там едем куда-то и болтологию что они пишут что красиво я люблю тебя слушайте я люблю колоток и все любят ремонт кто-то даже пишет мне кажется достался со своим ремонтом когда у меня первое время было как-то больше да поленасычно если достался со своим ремонтом давай что-нибудь я вот допустим я не люблю смотреть ремонт ремонт ты не любишь смотреть я не люблю смотреть ремонт поэтому я и вас не смотрю эй да не смотри да я смотрю ее блоги поэтому увы не получается мы не можем с камерой на улицу выйти мы быстренько у нас сейчас не поверите болото во дворе дождь проливной он вообще не прекращается он сегодня вообще затихал какой-то вид нет нет время пол четвертого мы вчера бегом поработали вот на первый канал засняли вам показали что мы делали а там еще осталось если бы там теплицу делали но мы вам покажем завтра выйдет видео а так ничего не можем сделать да проливной дождь дождь вчера до часов четырех да наверно не было дождя а потом дождя а потом все пошел дождь там даже с тем ли самым ремонтом тоже допустим чтобы делать ремонт в доме внутри нужно раствор на улице да там написали мы сейчас с Рушаном тоже это обсуждали написали мол на улице непогода может у вас в доме полно дел интересно а как бетономешалку мешать вот интересно Рушан должен на улице под дождем стоять проливной ливень потом заболеть а даже не в том что его же может током убить там же электричество подключается к розетке правильно это даже и это не страшно это можно шифером накрыть дело в том что я пока намешиваю у меня из нужного раствора получается сметана и в итоге потом я вываливаю когда пока я переношу в дом у меня вода попадает выпадает и получается раствор очень жидкий и это просто выкинуто в смысле самому пофиг да и бетономешалку мы же не можем в дом занести ветер дождь простудиться конечно здоровье дороже и поэтому даже когда дождь мы не можем и в доме работать да если сейчас такое время есть лучше немного отдохнуть отдохнуть потому что дожди закончатся потом активность у нее это работать отдыхать а то что когда там нужно все набираться да сегодня международный день сегодня между ты скажи международный день да да всемирный день супа а какой день всемирный всемирный день супа международный женский день бывает это тоже получается женский день а то женщина же варится да все ладно может получится с ней суп приготовить успеем так нам нужен наверх в интернет чтобы всем добрый вечер мы уже дома у нас уже кстати стемнело я даже сейчас скажу сколько время время 7 7 часов Сейчас собираемся уже к Антимай в гости Хочу приготовить салатик И возьму с собой салат в гости Единственное, там в магазинчик Ещё заехать можно что-то взять Кое-что Приготовила здесь Это картофель Видите? Я его сушу, я его натёрла на корейской тёрке И сейчас я его сушу Я думаю, кто давно с нами Тот знает, что это будет салат Пишите в комментариях, будет интересно почитать И даже я пойму, кто внимательно смотрит вологи наши Так что В следующем видео уже покажу, что за салатик Как собираемся Может поснимаю, как были у Антимай в гостях Так что Пока у нас такие Видео, ну я думаю, кто поймёт, тот поймёт Спасибо, кто понимает Потому что, ну ничего не поснимаешь Как говорится, здесь у нас всё забито, вы сами знаете Не повернуться, не развернуться У нас вон всё забито Прохода нет Ещё я со своей камерой здесь ходить Тыкать рушану там в лицо или себе Это тоже не вариант Обалдеем Так что всем хорошего настроения Увидимся с вами чуть позже А я сейчас буду готовить салатик Монтировать видео И мы уезжаем в гости Салатик